Ребята, ролик получился очень длинным и я решил сделать две серии. Как только наберем 300 лайков, выйдет следующая серия. Приятного просмотра! Всем привет, ребята! Сегодня у нас рубрика прокачка основного состава. Сегодня я решил поменять свой состав, а именно что поменять? Именно поменять схему, потому что мне уже надоела эта схема и я решил поменять схему. Ну и еще поменяем сегодня мы очень много игроков. Продаем наших игроков, заберем нашего первого ультимейт-отс игрока, продадим его, покупаем вместо него. Дофига игроков с рейтингом 99, 98 и так далее. Короче, будет сегодня дико интересно. Так что ролик будет очень длинным, скорее всего будет две части, а как только наберем 300 лайков, выйдет вторая часть. Поэтому поддержите этот ролик лайком и приятного просмотра. А мы начинаем и сразу получаем сейчас 1 плюс ОВР, потратив 1500 очков способности. Забрали уже 1 плюс ОВР и теперь идем дальше. Сейчас мы соберем СБЧ для того, чтобы забрать нашего галкипера. Это у нас Мэйнян с рейтингом 96, только он вообще-то нам не нужен, но рак будет нужен, а также в этом СБЧ есть 1000 усилий навыков. То, что надо, забрали уже Мэйняна, а также забрали 1000 усилий навыков. Так, тут есть уже Капитан вижу, тут вижу, а также завершение вообще не нужно сейчас. Бокс-то-бокс, ну мало что-то, но есть все равно. Ну, неплохо. А теперь с вами сейчас заберем 94 правого полузащитника из Лиги 1. Ну, слушайте, у него статы неплохие, потому что, во-первых, у него буст дальный удар, и он что-то похож на Вамангитуку из Бундеслиги, только у него ускорение в Вамангитуке, он более быстрый, короче. А сейчас, как вы знаете, уже у нас вышли ультимейтоз, сейчас соберем СБЧ для того, чтобы забрать 2500 усилий навыков. Вот такие у нас игроки, сразу сливаем 94 правого полузащитника, которого прямо сейчас забрали. И взамен получаем 2500, смотрите, букс-то-бокс, 200 уже, Капитан 100, Капитан что-то мало дает. И, ребята, теперь мы с вами сейчас потратим 1250 самоцветы для того, чтобы открыть один пак. Короче, сейчас сначала откроем один пак, и хочется забрать игрока. И это... ой, это 300 тысяч монет, это не игрок, это 300 тысяч монет. Игрок потом мы откроем, вот. Еще один пак откроем, то тогда заберем одного игрока. А теперь, ребята, мы с вами заберем нашего первого ультимейтоз игрока. Это у нас Джейдон Санчо с рейтингом 99 на 8 длинные пассы. Вообще-то он нам не нужен, мы сразу передадим его рак на нашего игрока. И продаем его, красивая карточка. Забрали уже Санчо, и потом продадим его, кстати. Теперь, ребята, мы сейчас с вами заберем нашего первого игрока. Это у нас CFD-шник. Да, это у нас Мэффи с Депай с рейтингом 98. Покупаем. Кстати, его за почти 3 миллиона 900 тысяч монет. Послушайте, статы неплохие, очень-очень-очень хорошие. Короче, сейчас передадили ранг от Хайлера на Депай, неплохо. Кстати, по поводу схемы. Я перешел в схему 3-5-1-1. Сейчас мы покупаем нашего нового галкипера. Это у нас Ариоля. Фонс Ариоля с рейтингом 96 из тот сообщества. Статы неплохие. У него рейтинг 96. Продали уже нашего Доноруму. Покупали его за почти миллион 700 тысяч монет. И сразу, ребята, прокачаем ему рейтинг до 97-го. Перед началом передадим как раз ранг Мэйнина, которого сегодня получили, на Ариоля. Ариоля потратили почти 400. И за уже Ариоля пятый ранг. Это очень круто. Но это еще не все. Потому что мы сейчас, ребята, прокачаем как раз этого Ариоля. Сливаем Мартинеса с рейтингом 93. И Мэйнина 96-го. А также потратим... Ну, сливаем еще игроков, бичей. И сливаем тренировочный опыт. Потратим сейчас миллион 300 тысяч монет. И теперь у Ариоля сейчас будет 97-й рейтинг. У него, если 97-й рейтинг, он лучше, чем Кейлора Наваса с рейтингом 96 на бусте номер 1. А также лучше, чем Донорума с рейтингом 98. И чуть похоже на 97-го Эдерсона. Но просто почему я не забрал Эдерсона? Потому что у него буст номер 1 не хотел прокачать этот буст. И, кстати, про буст. Сейчас прокачали буст нашим игрокам в центрополе. Бэкхэму потратили миллион. И бокс-то-бокс прокачали до 14-го. Наш новый игрок это у нас Горецко. Нам, естественно, нужен сопник на бусте бокс-то-бокс. И на данный момент один из лучших игроков это Горецко. С рейтингом 94 из ТОЦ Бундеслига. Которого сейчас покупаем за почти 990 тысяч монет. Дорого он стоит, потому что он самый лучший. Кстати, ребята, прокачаем ранг нашему Делихту. Седьмой ранг. Потратили 500 тысяч монет. И Делихта седьмой ранг. Круто. Сейчас мы откроем один пак. И хочется забрать Гьон Догана и продать его. Сейчас нам будет 100% игрок с рейтингом 91+. Только не Родри. Только не Родри. И вот анимированный только Родри. Блин, когда я увидел команду клуб Манчестер Сити. Сразу подумал, что это Гьон Доган. Но, блин. Это Родри с рейтингом 91. Это, в принципе, плохо. Теперь, ребята, мы с вами сейчас заберем нашего второго 99-го игрока из ТОДС серии А. Это Донорума. Джаучи Донорума с рейтингом 99. Потратим 2500 очков Лиги ТОДС серии А. И с вами сейчас забираем ТОДС Доноруму с рейтингом 99. Статы крутые. Но, ребята, у него буст общий вратарь. Если бы у него был буст рефлекс... Ой, не рефлексы. Хотя бы уже у него был рефлексы. Ну, хотя бы номер один. Думаю, многие бы забрали его. Потому что реально статы очень крутые. Кстати, по поводу ранга Донорума. Передадим его рак на нашему новому. Галкипру потратили 800 тысяч монет. И у Ариоля сейчас у нас становится седьмой ранг. Очень красиво выглядит. И, ребята, сейчас мы с вами продадим нашего ультимаи ТОДС Джейдона Санчо с рейтингом 99 за 15 миллионов. Ну, почти за 16 миллионов. Он стоит на рынке 16 миллионов 500 тысяч монет. А я продам его за почти 16 миллионов. Но за эти суммы он должен уйти. Теперь, ребята, мы с вами сейчас покупаем нашего второго ЦОПника. Это у нас пусть будет СОУЧик. Почему бы нет? Покупаем его за почти 500 тысяч монет. Вы могли бы сказать, ты мог купить КиСиЕ с рейтингом 95 из ТОДС серии А. Но у него тоже буст бокс-то бокс. Но минус в том, что он стоит миллион 100 тысяч монет. А СОУЧик почти 500. Сейчас мы покупаем одного из лучших центральных защитников события ТОДС. И события вообще в ФИФЕ на данный момент на бусте Капитан. За 10 миллионов 130 тысяч монет потратим. И получим такого биста. Маркиниос с рейтингом 99. Я хотел купить Диажа. Диаж с рейтингом 99. Но он стоит 13 миллионов. И плюс статы Маркиниоса лучше, чем у Диажа. Поэтому решил покупать все-таки Маркиниоса. А когда я заберу Фернану Йоро с рейтингом 98. Я Фернану Йоро поставлю вместо Диэлихта. А Диэлихта потом продам. Но Маркиниоса у меня 100% остается. А его передадим ему РАК от нашего Дибалы. Потратим почти миллион 800. Сегодня потратили очень много монет. Но это еще не все. По поводу СОЧика. Я все равно буду поменять ЦОПников. Поэтому почему мне нужен КиСи, когда я поменяю нашего СОЧика. И ребята, вот такой у нас финальный состав. Рейтинг 140. И ребята, как вы видите, у Берарди нет рангов. Почему? Потому что я когда хотел купить Маркиниоса, думал, что монеты мне не хватит. И поэтому временно продал Берарди. Но оказывается, даже без Берарди я мог купить Маркиниоса. И поэтому купил обратно Берарди. А его ранг передал нашему центральному защитнику из Вольсбурга. Сейчас мне монеты чуть-чуть не хватает. Но можем его зарабатывать сегодня даже. И сегодня мы сделаем как минимум 143 или 144. Это еще не все. И ребята, как вы видите, я 100% буду поменять СОПников, Горецку и СОЧика. И как вы видите, у СОЧика тоже нет рангов. Потому что мы с вами передадим ранг от Вири на СОЧика. А вместо Вири мы заберем другого нападающего. Как вы заметили, когда я получил Донорума с рейтингом 99, там я еще получил 135, если не ошибаюсь, ультимейт ОТС очко. И нам хватает на одного игрока с рейтингом 100 из ультимейт ОТС. И давайте сейчас заберем нашего игрока из события ультимейт ОТС с рейтингом 100. Прямо сейчас. Давайте заберем его. Прямо сейчас.